Екатерина Ивановна Трубецкая родилась 3 декабря 1800 года в Петербурге. Ее отец, Жан Лаваль, французский эмигрант, приехавший в Россию в конце XVIII века и скрывавшийся от событий французской революции. На новой родине он взял имя Иван Степанович, служил в Министерстве иностранных дел. Мать Александра Григорьевна Кози Цеккая, дочь известного сибирского промышленника Ивана Мясникова, владелица салона в Петербурге. У семейной четы Лавали родилось шесть детей, два сына и четыре дочери. Первенец Екатерина, или как ее ласково звали родные, Каташа, росла очень живой и любознательной девочкой. Ни она, ни ее сестры не знали отказа в развлечениях, нарядах, прогулках. При этом девочки получали лучшее образование, изучали литературу, искусство, музицировали. Каташа имела от природы прекрасный голос, который был украшением балов и светских вечеров. Современники описывают Екатерину как милую особу, не классическую красавицу, но бесспорно обладающую обаянием и веселым нравом. Полноватая, невысокого роста, светловолосая, с живыми и умными глазами, такой предстает княгине на портретах художников тех времен. Сам будущий император Николай I, будучи еще великим князем, очарован ею на одном из балов и называет ее самой просвещенной девицей высшего света. Сестры Лаваль подолгу жили с родителями в Европе и по возвращении были законодательницами столичной моды, привозили новые наряды, ткани, украшения. В петербургском особняке Лавале на английской набережной, который больше походил на устраивались самые пышные балы в столице. Стоит ли говорить, что будущая богатая наследница имели высокое положение в обществе и были завидными невестами? Словом, существование Екатерины Лаваль в юности было счастливым и беззаботным. Судьба словно давала ей шанс насладиться полнотой бытия, прежде чем окунуться в жизнь, полное лишение испытаний. Перемены в личной жизни юной Екатерины Ивановны случились вдали от родного Петербурга. В Париже 19-летняя девушка на одном из балов знакомится с князем Сергеем Петровичем Трубецким. Представитель славного дворянского рода был на 10 лет старше и имел за плечами блестящую биографию, годы военной службы, пройденную войну 1812 года, за отличие в которой награжден рядом орденов. Как пишут историки, союз Трубецких не был заключен пострастной и мгновенной влюбленности. Первые впечатления девушки были отнюдь не восторженными, разницу в возрасте дополняли неблестящая внешность и замкнутость князя. Но познакомившись ближе, Каташа оценила его ум, манера и благородство. А он, в свою очередь, был очарован ее добрым характером и благовоспитанностью. Брак, одобренный обеими сторонами, зарегистрирован 16 мая 1820 года. Через год молодожены вернулись в Петербург, где Трубецкому пожалован чин полковника. К этому времени он уже уволился со строевой службы и пребывал в статусе старшего адъютанта при военном штабе. Чита Трубецких поселилась в доме Лавалии, откуда Екатерина все чаще стала уезжать за границу лечиться. Женщина никак не могла зачать ребенка и очень переживала по этому поводу. В отличие от Марии Волконской, княгиня Трубецкая знала о политических взглядах мужа и даже пыталась переубедить повстанцев, отговорить от задуманного. Поэтому декабрьские события 1825 года не стали для женщины неожиданностью. Но положение Трубецкого было очень опасным. Оно осложнялось тем, что дворянин был одним из предводителей заговорщиков, хоть и не вышел на Сенатскую площадь во избежание еще большего кровопролития. Летом 1826 года Сергея Трубецкого приговорили к смертной казни. Однако вскоре император изменил приговор на вечную каторгу. Среди причин, побудивших государя сделать это, историки называют воспоминания Николая Первого об умнице княгини Трубецкой. Этот же мотив был проявлен и когда Екатерина попросила разрешение следовать за супругом. Николай Первый всячески отговаривал ее от этого шага. Но Трубецкая оказалась непреклонна и, получив высокое дозволение, выехала в Сибирь 24 июля 1826 года, на следующий же день после того, как туда под конвоем этапировали ее горячо любимого мужа. Прибыв поначалу в Иркутск, княгиня долгое время не могла выяснить, куда отправили ее супруга. Здешний губернатор Иван Цейёйдлер чинил ей всевозможные препятствия, надеясь, что женщина сдастся и уедет обратно в Петербург. Но не такова была Каташа. Она написала Цейёйдлеру длинное, обстоятельное письмо, после которого Трубецкую направили на Нерчинские рудники, предварительно заставив подписать бумаги, лишающие ее титулов, имущественных и прочих прав. В Нерчинске она встречает княгиню Марию Волконскую, также приехавшую вслед за мужем. Вместе женщины отправились к месту каторги своих мужей, в Благодатский рудник. Это было начало большой дружбы на долгие годы, которая закончится, увы, так нелепо. С февраля 1827 года началась жизнь в каторжном поселке близ рудника. Они сняли деревянную хибару и стали выживать в условиях, которые кардинально отличались от прежней роскоши. Привыкшие к помощи слуг, дамы с утра до вечера кололи дрова, носили воду, разжигали печь, варили еду. Своих денег у них не было, жили на мизерной дотации от тюремного начальства, за каждую потраченную копейку вели строгий отчет. В такой ситуации женщины порой съедали за день только по куску черного хлеба, чтобы отправить горячий обед мужьям в тюрьму. О покупке одежды не было даже речи, Екатерина Ивановна износила башмаки настолько, что ходила полубосая, отчего слегла сильно простуженная. А еще на этих героических женщинах лежало обязательство моральной поддержки. Они навещали каторжан, писали за них письма их семьям, и приносили весточки из дома, выписывали газеты и читали столичные новости. Не зря декабристы писали в мемуарах, что приезд этих высокодуховных особ стал для них глотком свежего воздуха. Неизвестно, сколько бы выдержали эти утонченные аристократки в столь жестоких условиях, но к счастью, к концу 1827 года каторжан перевели в новую читинскую тюрьму, и жены последовали за ними. Здесь жизнь оказалась уже получше, специально для декабристских жён построили улицу с деревянными бараками, впоследствии названную Дамской. Но самым большим счастьем для княгини стало то, что в Чите родился долгожданный первенец Трубецких, дочь Сашенька. Всего у пары родилось девять детей, из них пять умерли в малолетнем возрасте. Живых осталось четыре, Александра, Елизавета, Зинаида и младший сын Иван. В 1839 году истёк срок каторги Сергея Петровича, ему было разрешено перебраться на поселение в местечко Айок близ Иркутска. Здесь Трубецкой начал погружаться в сельское хозяйство, а Екатерина Ивановна, получившая превосходное образование, сама занималась с детьми, вместе с родными в семье воспитывались и другие дети декабристов, учила их грамоте, письму, музыке. Однако подрастающим дочерям нужно было получать пансионное образование, и в 1845 году княгиня добилась для семьи разрешения переселиться в Иркутск. Графиня Александра Лаваль выслала дочери денег на покупку дома в сибирской столице. По злому року обеим декабристкам и Трубецкой, и Волконской приглянулся дом бывшего губернатора Цейойдлера. Вероятно, обе ждали друг от друга уступок, но Трубецкая в итоге приобрела недвижимость, за что Мария Николаевна смертельно обиделась на подругу и оборвала с ней все связи. В 1846 году скончался отец Екатерины Ивановны, старый граф Лаваль. Николай I не разрешил княгине приехать в Петербург проститься с отцом. Сама же Екатерина Ивановна пережила отца на 8 лет, успев за это время сделать много благородных и добрых дел для декабристов и их семей. Несмотря на десятилетия каторги в самых глухих уголках Сибири, невероятно тяжелые моральные и физические испытания Екатерина Трубецкая прожила счастливую жизнь, ведь рядом был любимый человек, дети, верные друзья. Не дождалась она лишь одного, полного окончания истории о декабристах, их освобождении и возвращении к прежней жизни. Княгиня умерла 14 октября 1854 года от рака легких на руках у любимого супруга. Похороны прошли в Знаменском монастыре, в котором она была исправной прихожанкой. Попрощаться с любимой княгиней пришла вся округа. Сергей Петрович так скорбел о смерти жены, что после объявления амнистии в 1856 году отказался уезжать из Иркутска. И только необходимость дать образование 13-летнему Ивану заставила уехать в столицу. Перед отъездом вдовец пришел на могилу Екатерины, где прорыдал до беспамятства. Князь Трубецкой скончался 22 ноября 1860 года.